Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В стране катастрофически не хватает рабочих рук. При этом вопрос с безработицей остается открытым. В чем причина и почему многие выпускники вузов рискуют остаться на улице с дипломом в руках? Открытие первого в Казахстане тематического парка и миллиарды тенге на частичное возмещение затрат на корма. Мангистаускую область с рабочей поездкой посетил глава правительства Аскар Мамин. В стране катастрофически не хватает рабочих рук, заявляют специалисты. При этом вопрос с безработицей остается открытым. В чем причина и почему многие выпускники вузов рискуют остаться на улице с дипломом в руках? Тем более сейчас, когда рынок труда кардинально изменился. Ответы на вопрос искала Гульнара Умарова. Кадровый голод прежде всего в строительной сфере. Тут не хватает монтажников, газорезчиков и электрошлифовщиков. Но в целом уровень безработицы в первом квартале составил 4,9%. Это более чем 451 тысяча человек по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Численность безработного населения сократилась почти на две тысячи. При этом данные по регионам разнятся. Если рассматривать прозрелье регионов, то в первом квартале больше всего безработного населения в абсолютном угрожении отмечено в южных регионах. Это город Алмата, Алматинской области и Туркестанской области. Наоборот, наименьшее количество безработного населения в Северокостанской и Атравской областях. Не хватает при этом рабочих рук во многих сферах. Дефицит кадров есть в медицине, сфере услуг. Например, нужны рабочие, разнорабочие, врачи, водители, подсобные рабочие на предприятия. Одним словом, те отрасли, где нужна физическая сила. При этом складывается странная и непонятная ситуация. Вакансий в два раза больше, чем в соискателей. Тогда откуда цифры по безработице? Этим вопросом задаются экономисты. Например, на электронной бирже труда в два раза больше предложений, чем спроса на специальности. Если сравнивать с маем, то количество вакансий выросло на 28%, а резюме всего на 6%. Как мы и говорили, до этого дефицит прежде всего в низкоквалифицированных специальностях. Особенно заметна разница во время сезонных работ в сельском хозяйстве и в услугах. Если анализировать данные по вакансиям, опубликованным на электронной бирже труда, то в настоящий момент наблюдается больше всего потребность в специалистах в сфере медицины, образования. Также дефицит кадров работников ощущается на профессии, не требующие квалификации. Это рабочие специальности в сфере строительства, сельскохозяйственные профессии. Одной из главных и важных причин может быть пандемия. Одни ушли в онлайн-режим, а другие, которые не успели устроиться до коронавируса, так и остались не у дел. Если учесть, сколько объектов бизнеса закрылось во время ограничений, то получается, что не только новые, но и действующие работники остались за бортом экономической жизни и благополучия. Еще сказалась утечка мозгов, когда за поиском лучшей жизни ценные специалисты уезжают за пределы республики. Открытие первого в Казахстане тематического парка и частичное возмещение затрат на корма для мангостауских фермеров, а это миллиардные суммы. Эти вопросы обсуждались в ходе рабочего визита главы кабинета министров Оскара Мамина в регион. Пример министра ознакомился с туристической деятельностью, транспортной и инженерной инфраструктурами области, состоянием агропромышленного комплекса и цифровизацией. Более подробно о показателях и предстоящей работе смотрите далее в сюжете. В Мангистаусской области налажена поставка и реализация сена из соседних областей. Октюбинской, Западноказахстанской и Костанайской завезено более 1200 тонн и чменя. А на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья животных в Мангистаусской области и правительством Республики Казахстан уже выделено почти 2 миллиарда тенге. По поручению премьер-министра будут дополнительно выделены необходимые средства на формирование стабилизационного фонда для приобретения и доставки фермерским хозяйством заготовленного сена объемом 114 тысяч тонн по доступным ценам, а также на закуп кормов количеством 56,3 тысяч тонн через акционерное общество, национальные компании, продовольственная контрактная корпорация. На сегодняшний день в специальной экономической зоне функционирует 40 компаний, из них 19 уже вставляют свою деятельность. В этом году мы хотим запустить два предприятия. Первый – это ТО «Весокопласт» по производству бикбек-пакетов на сумму 980 миллионов тенге, это объем инвестиций. Вторая компания – это «Досток Полимер Плюс», сумма инвестиций 368 миллионов тенге. По производству полимерной упаковки. Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин также принял участие в церемонии открытия первого в Казахстане тематического парка «Тетисблю». Объект расположен в туристической зоне города Актау. Он включает не имеющие аналогов Центральной Азии аттракционы, «Плю Пауэру», «Вотермане», «Снори», а также более 30 уникальных аттракционов. «Все круто, очень классно, что именно Актау развивает туризм. Видно, что нашим местным жителям, да и вижу я, иностранцы тоже приезжают, отдыхают тут». Премьер-министру доложили о развитии рыбного хозяйства в регионе. Ознакомился с проектом по созданию рыбоводного комплекса в заливе Инжумаржан. «Мы посмотрели мировой опыт и обнаружили уникальные возможности региона. Первое – это великолепный рельеф. Мы решили вопросы обеспечения – это производство мальков. Второй вопрос, он ключевой – это технологии. Технологии – это Иран, это Турция и это Скандинавы». Помимо этого, глава правительства проинспектировал ход строительства автомобильной дороги первой категории Актау Аэропорт ознакомился с работой Центра обработки данных «Трансселеком». Стоит отметить, стоимость проекта – почти 7 миллиардов тенге. По словам специалистов, Центры обработки данных признаны обеспечить бесперебойную деятельность клиентских серверов, стать технологической основой для цифровизации в стране. Солдан Дайджанова, Аманда Каманкулов, ТДК-42, из Мангиставской области. В Казахстане Церинато Джумабаев одержал сенсационную победу в шахматах над вице-чемпионом мира гроссмейстером СССР Фабианом Круана на прошедшем Кубке мира Фиде в России. Лидер сборной Казахстана по шахматам, международный гроссмейстер, рассказал, как далась ему победа. За красивой игрой стоят годы тренировок и усилий. Это только кажется, что прийти, сыграть и сорвать победу просто. На самом деле, иметь соперника-чемпиона, да еще и отстаивать честь Родины – это большое и ответственное дело. Шахматы требуют концентрации внимания и интеллекта, а Ринат Джумабаев как раз и показал блестящую игру и упорную борьбу на турнире. Это было трудно. Он все время пытался атаковать моего короля. Я пытался противодействовать ему по центру. Порой мне не хватало времени на обдумывание шагов. Соперник пожертвовал пешкой, чтобы срубить моего слона. Но, к счастью, я нашел интересную оборонительную позицию, и я думаю, у меня было хорошее преимущество. Пол не имеет значения. Главное – это воля к победе, талант, дисциплина, а также внутреннее стремление, говорят специалисты. За последние 10 лет у нас новые два мастер-мейстера. Спортсмены показывают очень хорошие результаты. И не только во взрослых шахматах. На любом и каждом детском мероприятии наши шахматисты привозят медали. Золотые, серебряные, бронзовые медали. И все это правило за счет спонсорских средств. При этом Федерация шахматов на одном из ведущих положений по количеству медалей. Разумеется, шахматы нуждаются в господдержке не меньше других видов спорта. В прошлом 2020 году было выделено 30 миллионов на развитие этого вида. В 2021 году финансирования пока не было, рассказали Федерации шахмат. Помогают им спонсоры, но внимание государства тоже нужно, поделился международный гроссмейстер Ануар Исмагомбетов. Конечно, у нас есть профессионал, у нас есть сейчас хорошее подрастающие поколения, которое тоже нужно поддержать, вырастить, чтобы завтра была такая хорошая замена нынешним сборным. Конечно, поддержка государства всегда очень важна. И в данное время сейчас, дабы не потерять наше новое поколение, которое подрастает нам жизненно важное имя. Ринат Джумабаев, со слов экспертов, самая большая сенсация третьего круга. Впереди новые победы и новые вершины. В канун Олимпиады в Токио внимание к спорту особенно сильное и пристальное. И пусть шахматы не участвуют как вид, но все равно они вызывают не меньше интерес и азарт, чем гимнастика или футбол. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Мы продолжаем выпуск, и вот что вы увидите после короткой рекламы. Куда уходят миллионы? Жители Уральска возмущены высохшими цветочными клумбами. На озеленение выделено более 800 миллионов тенге, но надлежащего ухода за насаждениями не видно. Супружеская пара в Актубе изготавливала и реализовывала поддельные справки ПЦР-теста. О преступной схеме узнали правоохранители и задержали подозреваемых. Совсем скоро в Уральске откроется новый семейный парк отдыха Сетсейл Парк. Это место, где можно активно, весело и с комфортом провести время с родными и близкими. Лето – пора новых покупок. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет о каскадных скидках до 12 июля. Выбирайте скидку 30% со второй, 50% на третий или 70% на четвертый товар. В «Мечте» вы сможете приобрести все от мобильных телефонов до холодильных камер. Выбрать то, что подходит именно вам, всегда помогут опытные продавцы-консультанты. Уважаемые жители и гости города, жаркие предложения наступившего лета. До 12 июля в магазинах «Мечты» покупайте товар с каскадными скидками и получайте купон на 50 тысяч на следующую покупку. Выбирайте каскадную скидку 30% на второй, 50% на третий или 70% на четвертый товар с наименьшей стоимостью. Дополнительно к каждой покупке от 2000 тенге вы получаете купон на 50 тысяч на следующую покупку. Купон можно использовать сразу после получения. И это еще не все. Выгодная рассрочка до 24 месяцев. Без процентов, комиссии и переплат. Приходите, мы будем рады вас видеть. Спешите сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Курмагаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамадатова, 10, дробь 1. Жители Уральска возмутили высохшие клумбы. В этом году состояние зеленых насаждений в областном центре оставляет желать лучшего. Напомним, что начиная с прошлого года был заключен трехлетний договор с подрядчиками. На озеленение двум организациям выделили более 800 миллионов тенге. Но качественной работы на эти деньги горожане не увидели. Уральска всегда считался одним из самых зеленых городов Казахстана. Но этот статус предполагает большую работу по высадке и уходу за зелеными насаждениями. Между тем, жители города возмущаются состоянием некоторых клумб. Цветы на них бесполиво засыхают и не радуют глаз. Возле моста через реку Урал на автодороге в сторону подстепного клумбы в очень плохом состоянии. Такая же ситуация на кольце возле завода Омега и железнодорожном вокзале. При этом на озеленение выделили огромные деньги. Почему не следят за цветами? Всегда высаживают цветочки, всегда очень красиво. Но, конечно, за ними нужно ухаживать, поливать, удобрять. Но не всегда видно, что надлежащий уход, потому что гибнут, засыхают очень часто, особенно вдоль дорог цветы. Водители жилищно-коммунального хозяйства проинформировали, что тендер на озеленение был разыгран на три года. Общая сумма порядка 830 миллионов тенге, 324 из которых должны освоить представители крестьянского хозяйства уланов. Но по их объектам есть много замечаний. Подрядчик должен был в начале весны провести инвентаризацию по всем своим клумбам. Она указана в договоре. И они должны были после этой инвентаризации восстановить цветы, то есть делать подсадку именно в клумбах, где растут многолетние цветы. Но эти работы тоже не были сделаны. Мы эти моменты тоже сортировали со стороны нашего отдела. И сейчас, как я уже говорил, мы готовим документы. Между тем, сами подрядчики говорят, что в условиях конкурса не были предусмотрены некоторые расходы. Поэтому и вянут цветы на уральских клумбах. Были в прошлом году посажены многолетние растения. Но в связи с тем, что все-таки не было предусмотрено замена грунта, внесение удобрений, слабо растут, слабо наращивают массу растений многолетние. Для украшения, чтобы как-то был какой-то вид, значит, по предложению ЖКХ, мы, значит, там подсаживаем однолетние растения. И жара, и земля очень плохая. Во-первых, надо мульчировать. У нас, сами знаете, какая жара, вот только полили моментально, прямо вот буквально после обеда уже трескается. Стоит отметить, что из высаженных деревьев другой подрядной организации, то уже Асуланфлора, погибли порядка 30%. И осенью придется высаживать новые деревья. Перед участием в тендере озеленители обещали большие газоны, метровые розы. Но на деле получилось все как всегда. Вот здесь, возле памятника Сырымодатова, мы можем увидеть вот такие растения. Они нуждаются в хорошем уходе. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области арестованы двое из участников голой вечеринки на пляже в Перегорде-Уральска. Такое решение вынес суд номер два района Батирек. Мужчину и женщину признали виновными в мелком хулиганстве. Отметим, что также к ответственности будут привлечены владельцы частного пляжа и арендаторы, которые организовали там вечеринку. Массовое мероприятие было проведено в период усиления карантина. Молодые люди участвовали в непристойных конкурсах и раздевались догола на глазах у людей. Нами установлены три участника мероприятия, также организаторы. В отношении организатора был собран материал и направлен в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Также один гражданин 93-го года рождения решением суда арестован на 10 суток. Гражданка 2001-го года рождения арестована на 5 суток административного ареста. Супружеская чета из Ак-Тубе попала под следствие за подделку ПЦР-тестов. Полицейские задержали врача одного из частных медцентров, которая по предварительному сговору со своим супругом продавала фальшивые справки с отрицательным результатом на COVID-19 дальнобойщикам, выезжающим в Россию. Подложными документами успели воспользоваться 10 человек. Тему продолжит Лейла Уесова. В Ак-Тубе подделку ПЦР-тестов превратили в семейный бизнес. 33-летний мужчина находил клиентов на пограничном посту Жайсан и предлагал им купить справки о сдаче ПЦР-тестов. В основном это были водители грузовиков, выезжающие в Россию. Данные дальнобойщиков он отправлял своей супруге медику. Та выписывала фальшивые справки и перенаправляла их мужу. Все обстоятельства дела сейчас выясняют полицейские. В ходе досудебного расследования были установлены и допрошены в качестве свидетелей 10 граждан, которые использовали заведомо ложные ПЦР-тесты. По данному факту проводятся следственные действия по статье 385 части 1 и 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан подделка и использование заведомо ложного документа. Кроме того, пять актюбинцев с красным статусом привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму 218 775 тенге. С начала запуска приложения АШХ в регионе выявили 200 нарушителей режима изоляции. Система не пропустила в общественные места 70 посетителей, зараженных коронавирусом, и 134 актюбинца с желтым статусом. Имена казахстанцев, у которых выявят красный статус, приложения АШХ теперь будут публиковать в СМИ. По QR-коду сегодня работают 930 субъектов бизнеса, большинство из них – рестораны и кафе. Между тем, эпидобстановка в регионе остается напряженной. Только за сутки медики выявили больше 100 новых случаев заражения COVID-19. На домашнем карантине сейчас находятся 4000 актюбинцев. Лайла Уэсова, Жумар Кладобергенов, телеканал ТДК-42, Актюбия. Ну а тем, кто переболел коронавирусом, необходима реабилитация. Об этом заявляют медики. В Уральске реабилитационные центры открыты при каждой поликлинике. Здесь под наблюдением врачей, пациенты проходят курсы дыхательной гимнастики, массажа и физиотерапии. Сколько времени необходимо, чтобы восстановиться после болезни, узнавали наши корреспонденты. Насколько коварен коронавирус, сегодня уже на личном опыте знают многие. Только в текущем году в Западно-Казахстанской области зафиксировано около 20 тысяч фактов заражения COVID-19. Хотя большая часть из заразившихся выздоровела, вирус оставил отпечаток в виде проблем с дыхательной системой и осложнений на другие органы. Но негативных последствий куда меньше в тех случаях, когда пациенты проходят реабилитацию после перенесенного заболевания, говорят врачи. У людей наблюдается улучшение состояния уже после нескольких дней курса. Сама процедура курса несложная. Она состоит из ряда дыхательных упражнений, массажа и физиотерапии. Все это назначают пациентам в зависимости от состояния организма. Уже на третий-четвертый день занятий отмечают, что у них уменьшается одышка, что пропадает слабость, меньше они начинают уставать. Елена Бондаренко ковид перенесла на фоне другого хронического заболевания. Ослабленные организмы вирус атаковал с двойной силой, поэтому восстанавливаться куда сложнее. Даже разговаривать ей еще тяжело. Но женщина не сдается и говорит, что упражнения идут на пользу. У меня коронавирус был. Я ходила сюда. И вот сейчас опять, второй раз опять на велосипедах. На сегодняшний день загруженность инфекционных коек в Западноказахстанской области составляет уже 53%. Только за последние сутки выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом. Заражаются в основном те, кто не привился. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области комбайнера убило током посреди поля. Об этом сообщили в департаменте полиции. Несчастный случай произошел в 4 километрах от села Дустыка района Батирек. Отмечается, что мужчина является сыном главы крестьянского хозяйства, который занимается выращиванием зерновых и животноводством. По неизвестной причине механизатор не заметил электрические провода в опасной близости от своего комбайна. В Уральске прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили тему предстоящих выборов акимов сельских округов в Казахстане. Во встрече приняли участие ученые, политологи, депутаты и общественные деятели. Отметим, что уже 25 июля в Западно-Казахстанской области будут выбирать 31 акима сельских округов. Круглый стол состоялся в здании Ассамблей народа Казахстана Западно-Казахстанской области. Во встрече приняли участие политологи, депутаты и общественные деятели. Они отметили важность политических преобразований. Выбор акимов сельских округов – это первый шаг. Далее предусмотрено организовать выборный процесс для акимов районов и областей. Мы считаем, что это важный шаг на пути демократизации общества. В то же время, это за 30 лет нашей независимости, это впервые, когда народ на перемой выбирает Акимов. Многие из них, многие кандидаты, они именно живут в этих селах, народ их знает непосредственно. И поэтому мы уверены, что народ сделает правильный выбор. Кандидат исторических наук и общественный деятель Цейлбек Гизатов отметил, что выборы всегда занимали особую роль в политической жизни страны. Я считаю, что выборы Акимов как раз послужат к этому, что народ все больше будет доверять власти. Потом хочется еще отметить, что среди населения бытует такое мнение, что полномочия Акимов, так скажем, не таком на должном уровне. Поэтому я считаю, что со стороны власти, правительства должны быть оказаны определенные помощи. В областной избирательной комиссии проинформировали, что на кресло сельских Акимов претендует 39 представителей политических партий и 43 самовыдвиженца. Здесь надеются на высокую явку избирателей в день выборов 25 июля. Роман Копняев, Абулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Совсем немного осталось до открытия в Уральске нового семейного парка отдыха «Сэцэйл Парк». Это место, где можно активно и весело провести время с родными и близкими. На территории новой базы отдыха вас ждут уютные домики, шезлонги, оборудованная речная зона для купания, водные горки, бассейн, вкусная еда и море прохладительных напитков. «Сэцэйл Парк» – это инвестиционный проект, в реализации которого задействованы СПК КЖАИК и ТО ПСП Серик. Хорошо отдохнуть и приятно провести время с родными и близкими желает каждый из нас. За приятным, активным, а главное – полезным отдыхом смело отправляйтесь в семейный парк «Сэцэйл». Здесь для посетителей опорудована береговая зона. Для комфортного отдыха вы сможете воспользоваться шезлонгами, прокатиться на лодке и катамаране, отправиться в мини-путешествие на прогулочном теплоходе. Для самых маленьких посетителей установлены надувные батуты с бассейном. Также вас ждут крутые горки. Пляжная зона будет в обязательном порядке охраняться спасателями. На территории семейного парка отдыха «Сэцэйл» готовится распахнуть свои двери и фудкорт, где посетители смогут вкусно и доступно поесть и насладиться разнообразными прохладительными напитками. Уже ведутся последние подготовительные работы. «Сэцэйл Парк» – это инвестиционный проект нашего региона, в котором задействованы СПК КЖАИК и ТО ПСП Серик. За год с небольшим инвестору удалось, вопреки всем трудностям, довести до гостей тот результат, который вы сейчас можете наблюдать. И это только первый этап ввода в эксплуатацию. Следующий этап будет более ошеломителен. Впереди вас ждут очень много приятных неожиданностей. И каждый из нас может поехать за кордон. И не только из пандемии. Главная цель нашего парка – создать максимально комфортные и приятные условия для семьи и ваших друзей. Ждем вас в нашем парке отдыха «Сэцэйл Парк». В семейном парке отдыха «Сэцэйл» на побережье реки и отдельном островке с выходом на водоем вас ждут уютные домики с необходимой мебелью и техникой, включая вентиляторы, обогреватели, микроволновые печи, чайники, наборы посуды, мангал и шампуры. Также представлены вип-комнаты с караоке, кондиционером, телевизором и холодильником, рассчитанные на большее число людей. До открытия «Сэцэйл Парка» осталось совсем немного. Спешите забронировать места для активного, комфортного и полезного отдыха. «Сэцэйл Парк» расположен в микрорайоне Самал. Всю интересующую информацию вы сможете получить по телефону 8 771 300 22 22. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон 8 705 992 0207 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok